МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Через них я пытаюсь вообще понять, кто я. Ну, как бы это, может быть, так слишком философски не звучало, но, во-первых, понимаешь, на что ты способен в плане творческом, в плане мастерства. И ты видишь, то есть я сейчас смотрю на какие-то свои старые работы, еще более старые работы, причем более работы старые мне нравятся больше, чем, допустим, даже, может быть, какого-то 18-го года. Хотя на тот момент мне казалось, ну, все вроде окей, нормально. А тут ты смотришь, думаешь, нет, вообще не окей. То есть это такая гора, на которую ты всегда можешь и должен забираться. Создание куклы – трудоемкий процесс. Он требует точности, аккуратности, вдохновения и любви к выбранному делу. Создать лишь тело для куклы мало. Необходимо сшить одежду, экспериментируя с декором, нанести краску и макияж, уложить волосы в необычные прически. При таком внимательном подходе кукла будто оживает. Всегда у меня было это желание делать что-то руками. Вот я же говорю, не зря я пошла на портниху, связанную с дизайном одежды. Это случайно произошло. У меня был, я сначала делала проект, я хотела сделать проект по корсетам, делать корсеты красивые. И в центре занятости, это 2004 год, можно было прийти, подать заявку, и тебе какой-то, свой проект защитить. И тебе давали какой-то стартовый капитал, и можно было начать свое дело. Я туда пришла и увидела, там было объявление по курсам, по куклам. Ну вот это делала одна американка, которая сюда приехала. Вот у нее был такой курс бесплатный, я на него попала. То есть я когда увидела, меня прям дрожь забила. В общем, мне очень это стало интересно. Мы два месяца, мы отзанимались. И в общем, правда техника, которую она давала, она, конечно, была далека от того, что я делаю сейчас. Это больше такой папье-маше на каркасе. Ну вот, и материалов тогда еще, по крайней мере, у нас не было этих. Наталья родилась в Севастополе, закончила Львовскую академию искусств и Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов. Более 15 лет занимается созданием кукол. Работы мастера украшают частные коллекции ценителей кукол России, Швеции, Украины и США. Наталья участница ежегодного международного салона кукол в Москве на Тишинке и самой большой международной выставки «Искусство кукол в гостином дворе». Лауреат конкурса «Искусство России», призер конкурсной программы в рамках выставки «Культ кукол фест» в городе Сочи, член Международного объединения авторов кукол. Наталья сотрудничала с Севастопольским театром кукол «Саквояж». Я начинала с восточной темы. Я вообще до сих пор люблю Восток. Первая кукла у меня была японка в японском, в кимоно. И так как я шила хорошо, конечно, в плане лепки сложно было. То есть никакой анатомичности, понимания формы, объема у меня еще тогда этого не было. А костюмом я вытянула, и, в принципе, кукла смотрелась достойно. То есть ощущение, ну, понимание цвета, ткани, фактуры – это как бы у меня уже был этот навык. И, конечно, кукла смотрелась нормально, достойно, я считаю. Создание куклы – дело мало того, что непростое, требующее усидчивости, креатива и аккуратности, так еще и довольно длительное. Иногда это идея, иногда идешь от лица, можно сказать. То есть я вот в свое время, не всегда это бывает, но иногда в пластилине я ищу какую-то вот эту форму, лицо, ракурс, ну вот, и потом воплощаю. Ну вот иногда ты просто видишь, допустим, какой-то кусочек ткани, тоже это тебя наталкивает. Если говорить, у меня вот была серия «Мудрецы», ну вот там у тебя какая-то может тебя фраза или какая-то притча, то есть тоже натолкнуть, ты понимаешь, какая это история. И уже потом выбираешь позу на какой-то поворот головы, подтягиваешь туда тряпочки, тоже все это по бусинке, по бусинке нанизывается, весь такой полный образ. В общем, поэтому работа над куклой затягивается так, надолго может затянуться, то есть там и месяц, и два, особенно когда у тебя в голове не готовый какой-то вот персонаж, а это все такая компиляция того, другого. Ты через себя все это пропускаешь, ну как вот все художники, в этом как бы сложности заключаются. Первый преподаватель Натальи – ученица Татьяны Баевой. Татьяна – одна из тех, кто стоял у самых истоков кукольного движения в России. Актриса Дэми Мур купила одну из ее кукол и впоследствии не раз пополняла свою коллекцию произведениями русской мастерицы. Есть и курсы, и мастер-классы, и литература, ну вот, а тогда, во-первых, этого ничего не было, то, что было, это было в столице, в Москве, в некоторых местах, и то есть, чтобы чему-то обучиться, нужно было ездить. И вот в 2006 году я первый раз поехала в Москву на выставку, и тогда вот брала какие-то мастер-классы у известных мастеров, которых тоже на тот момент было еще немного. Сегодня у кукол есть свои мастера-волшебники. Кукла остается сказкой и даже для взрослых. Современные художники, создающие маленькие изящные творения, опираясь на естественную анатомию человека, превращают куклу в удивительную и волшебную фигуру. В потоке творческих идей и разнообразие образов важно сохранять индивидуальность, говорит Наталья. Я люблю Восток, но вот восточных персонажей, у меня есть и маленький мук, у меня есть, ну вот, падишахи, и, кстати, здесь и техника исполнения, она другая. То есть, видите, ткани, ну, своя пропитка ткани, где можно создавать фактуру, ты как скульптор практически лепишь, ну вот, потом тонируешь. И такое чистое творчество в каком-то плане, потому что ты не всегда знаешь, что может получиться, это интересно. То есть, такой живой процесс творчества. Наталья создает кукол девочек, мальчиков и кукол персонажей. Куклы девочки – трендовое и популярное направление, говорит художник. Люблю, чтобы, да, какая-то глубина в них была. Ну вот, я бы делала. Грустных, конечно, грустные тоже иногда делаешь. Понятно, что грустную куклу не хочет себе домой человек, это ясно, да. Ну вот, тоже сильно улыбающаяся, это сразу какая-то немного шаржевость, понимаете, то есть, ну, у меня немного другой стиль работы, поэтому это не мое. И тут вроде как вот этот нейтралитет пытаешься соблюсти, а с другой стороны копнуть глубже, чтобы за вот этой вот какой-то задумчивостью ты увидел какую-то глубину и, может быть, сам себе что-то допридумал. Чтобы приступить к созданию шедевров, нужно запастись терпением и приготовиться к довольно кропотливому труду. Найти интересную идею для воплощения, а также приготовить необходимые инструменты и материалы. У каждого мастера они свои. Это запекаемый пластик, ливинг-дуал. Он такой, видите, по своей структуре достаточно пластичный и не прилипает к рукам, из него приятно лепить. Но вот он запекается в обычной духовке. Его можно потом шкурить, резать, в общем-то, а можно его выглаживать до запекания, доводить до идеального состояния и запекать. И потом, ну, как говорится, уже с ним ничего не делать. Он позволяет это. Он достаточно реалистично выглядит. Вот куклы из него получаются очень реалистичные. Для кукол с более каким-то художественным таким направлением можно использовать другой пластик, который сохнет на воздухе. Он больше похож на глину. От макушки до пяток – ручная работа. Лицо, тело, одежда. Тщательно прорабатывается каждая деталь. Кроме того, важная и интересная задача для художника – найти нужные кукольные пропорции. Если говорить вообще о пропорциях кукольных, они отличаются от человеческих. Конечно, прежде чем слепить куколку, ты должен знать пропорции академические, условно-пропорциональные фигуры, лица, соотношения. Но в итоге у куклы все это по-другому. И, допустим, ступни и ладони куклы будут гораздо меньше, нежели чем пропорции по анатомии человека. И оно будет смотреться хорошо. Причем голова куклы, опять же, может быть гораздо больше, не соответствовать. Ну вот, ручки будут маленькие, а в итоге это будет все равно гармонично смотреться. Чаще всего работа над куклой начинается с создания головы и шеи. Основа для головы – болванка из фольги. Здесь уже, видите, она соединена, ну вот, и она может поворачиваться. Это очень удобно в кукле, потому что ты можешь задать какую-то дополнительную динамику. Ну вот, направление головы. Важно вылепить куклу симметрично, однако не стоит забывать о привлекательности образа. Овал лица, нос, посадка глаз. Наталья продумывает и прорабатывает черты лица. После запекания заготовка требует шлифовки. Это, кстати, куколка, вот она слеплена, запечена, еще не расписана. То есть, вот, отличаются, да, насколько они отличаются, пластик после запекания и вот, когда есть роспись. То есть, я расписываю маслом и сухой пастелью. Наталья создает все липные части, затем туловище. Когда голова готова, наступает время превращения куклы в индивидуальность. Момент росписи увлекательный и интересный. Кукла оживает, открывает глаза и смотрит на своего создателя. Создание прически – отдельный вид творчества. Однако, человеческие волосы для этих целей не подходят. Какие-то специальные породы коз, ну, овцы тоже используются, у которых тонкие волосы, длинные. Видите, длина какая. Я их покупаю на вес, то есть, немытые. Я их потом мою, крашу. Это тоже такое отдельное интересное дело, потому что их можно покрасить тоже по-разному, с такими переходами, переливами, чтобы цвет был такой неоднородный, где-то посветлее, где-то потемнее. Это очень живенько смотрится. Для создания кукольных костюмов Наталья использует натуральные ткани. Ткани все используются натуральные, как я уже говорила, для мелкости вот этой вот складки, чтобы создавалась меленькая складочка. Это сверху тоже шелковая тофта. Она очень хорошо держит форму. Тоже, вот я говорю, вот эти складочки классно создаются. Сложные корсетики я очень люблю, они у меня такие многослойные. И ты, как надо, ее подсомнешь, сделаешь, куколку усадишь, как тебе будет нужно. Ну вот, и в итоге оно ляжет так, как задумано тобой. Наталья записывает онлайн-курсы для начинающих. Мастер-классы по созданию кукол может приобрести любой желающий. У меня, кстати, есть кукла, но она в коллекции, она в Москве, у коллекционера московского. Я ее сделала, называется «Монах ум мани под махум». Это восточная молитва. В общем, я ее сделала сразу после рождения дочери, вот я когда в этот процесс возвращалась. И она как-то особо у меня шла, по-особому. С таким удовольствием я ее делала. Ну вот, и она получилась прямо, мне кажется, такая живая. И плюс еще щелкунчик тоже, вот я его делала, вот он у меня. Я его поэтому не продаю. Делала, вдохновляясь работами художницы Гули Алексеевой. И с каким-то особенным чувством я его делала, с большим удовольствием возвращалась к работе. В итоге он у меня принимал участие, был онлайн-конкурс «Искусство России». И занял у меня, стала я лауреатом конкурса в номинации «Сказочный персонаж». Наталью поддерживает семья. Супруг делает подставки, стульчики и короба, в которых куклы отправляются к своим хозяевам. Дочь учится в художественной школе и с малых лет проявляет интерес к шедеврам, которые создает мама. У меня большая мечта, конечно, чтобы в нашем городе появился музей или галерея, где была бы постоянная экспозиция, временные, плюс, может быть, магазинчик какой-то, и кукол, и сувениров. Куклы — это целый мир, открытый не только детям, но и взрослым, способный привнести в повседневную жизнь красоту, фантазию и вдохновение. Шедевры, рожденные в Севастополе, отправляются в разные точки земного шара, где передаются из поколения в поколение, постепенно превращаясь в семейные реликвии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова